Итак, добрый день! Напоминаю, что меня зовут Сергей Байдачный, и мы с вами продолжим изучение языка программирования C-Sharp. Сегодня у нас достаточно сложная тема. Это наследование, полиморфизм, то есть виртуальные функции, перегрузка методов, интерфейсы. Ну вот, чтобы все-таки немножко прийти в себя, размяться, начнем с более простой темы, и не очень длинная эта обработка исключений. В прошлый раз мы ее должны были закончить, но не успели. И вот сегодня я как раз с нее попытаюсь начать. Давайте я сначала перейду к презентации, чтобы показать какие-то слайды. И затем уже буду показывать какие-то примеры. Итак, понятие исключения. Во-первых, что такое исключение, зачем это необходимо. Программисты на C, ну и на самом деле многие на C++, обычно привыкли, там, по крайней мере в мое время, естественно, каким-то образом обрабатывать ошибки. Ну, опять же таки, у вас есть метод, вы разрабатываете метод, который пытается открыть файл на диске и считать с него какую-то информацию. Что происходит, если вдруг по каким-то причинам файла на диске нет? Или доступа к файлу нет? Или в результате чтения информации из файла произошел какой-то сбой? Или информация, мы пытаемся, например, считать текст, а там совершенно не текст, а что-то абсолютно другое. То есть информация другого типа. Что в этом случае происходит? Понятно, что метод получает какую-то информацию об ошибке. Каким образом мы сейчас это опустим? Но надо понимать, что все те, кто будут использовать наш метод, мы должны их тоже нотифицировать о том, что произошла ошибка. Причем не просто нотифицировать об ошибке, но и передать информацию о том, собственно говоря, в чем же причина ошибки. Потому что если, например, у пользователя нет доступа к файлу, то можно ему выдать сообщение о том, чтобы он обратился к администратору и попросил права дополнительные, или запустил приложение под правами администратора. Если файла на диске нет, можно попытаться обратиться к пользователю, выдать окно, позволяющее сделать поиск файла на диске и специфицировать другую директорию для файла и так далее. То есть в зависимости от того, какая у нас ошибочная ситуация произошла внутри при работе метода, мы должны сообщить пользователю, что же у нас случилось, чтобы пользователь, точнее не пользователю, а вызывающему методу, извините, что же у нас случилось, чтобы вызывающий метод уже взял на себя разбор информации об ошибке и принятие решения о том, что же необходимо сделать в случае той либо другой ошибки, как же нотифицировать пользователя. Ранее, вот с чего я начинал, программисты на C и начинающие программисты на C++ пользовались достаточно примитивным механизмом нотификации пользователей, нотификации вызывающих методов, извините, о том, что произошла какая-то ошибка путем возврата каких-то значений. То есть, условно говоря, был метод, например, openFile, который возвращал переменную типа Integer в случае, если возвращаемое значение представляло из себя некоторое положительное целое большое число, этот Integer можно было ассоциировать с дескриптором файла. Если там, например, было значение, равное минус 1, это означало, что файл не найден. Если значение было равное минус 2, это означало, например, что к файлу нет доступа. И так далее, и так далее. То есть, фактически, прежде чем воспользоваться каким-то методом, требовалось всегда обратиться к документации и попытаться вычленить из документации вот эти вот самые коды ошибки, принять решение, на какие из них реагировать и, естественно, попытаться написать ряд условий, которые бы генерировали какую-то реакцию на ошибочную работу метода. В чем такой подход плох? Такой подход плох в том, что в первую очередь коды ошибки, они могут быть абсолютно разные. То есть, они обычно ложатся на плечи разработчика. Если мой метод там в общем случае возвращает какое-то положительное число, то я могу делать отрицательные коды ошибки. Если мой метод возвращает, вообще не предполагает какое-то число к возврату, я могу делать положительные коды ошибки, могу присваивать ему абсолютно любые значения и так далее. Все это разработчикам вводит некоторые затруднения, потому что понятно, что методов много различных. Если у каждого из них свой код ошибки или точнее набор различных кодов ошибок, то их всех достаточно тяжело запомнить. Это значит, можно легко совершить ошибку. То есть, мы считаем, что минус один возвращает метод fileopen в случае, если там нет доступа к файлу, выясняется, что там совершенно другая причина. Это совершенно другой код ошибки. С одной стороны. С другой стороны, обработка возвращаемых значений внутри метода, она также реализуется достаточно сложно. То есть, я должен после вызова метода получить возвращаемое значение и написать целый большой блок ифов, условий, где бы проверять возвращаемое значение на различные код ошибки. Если у меня один метод вызывается, то, скажем так, эта процедура уже достаточно сложная. Если у меня вызывается более чем один метод, или если у меня, не дай бог, выражение, где я хочу вызывать сразу несколько методов, то мне необходимо это выражение разбить на составные части, вызвать каждый метод отдельно, вернуть код ошибки, проверить. В общем, код может превратиться во что-то достаточно страшное, нечитабельное, и главное, увеличится значительно количество строк кода. Понятно, что там увеличение количества строк кода очень здорово в том случае, если вы получаете деньги за количество написанных строк. Но в большинстве случаев это не так, поэтому еще все плюс-плюс начали думать над механизмами, которые бы облегчали именно обработку каких-то ошибочных или исключительных ситуаций. Потому что, опять же так, если у вас нет доступа к файлу, то это не ошибка скорее в работе метода. Это нормальная ситуация, когда просто-напросто приложение пытается получить доступ к файлу, не имеет на это право, и нотифицирует об этом пользователя. Ничего страшного в этом нет. Пользователь может принять какие-то меры по решению этой проблемы. И здесь нельзя сказать, что приложение совершило какую-то ошибку, неправильные вычисления провел или что-то в этом роде. Поэтому определение таких исключительных ситуаций внутри методов, не только определения, но и генерации таких ситуаций, стало задачей, которая сначала была решена в C++, и потом подобный подход перешел в другие языки программирования, такие как Java, ну и естественно .NET в C Sharp. Это использование механизма исключений. Идея состоит в том, что мы не полагаемся никоим образом на возвращаемое значение, а мы предоставляем внутри языка, внутри платформы специальный механизм, который позволяет методу, который, например, выполняет работу с файлом, в случае обнаружения какой-то ошибки, сгенерировать некоторый уникальный объект, причем не вернуть его в виде возвращаемого значения, а именно сгенерировать во время работы метода, приостановить, или точнее завершить аварийную работу метода, и выбросить этот объект наружу вызывающему методу, независимо, собственно говоря, от того, есть ли какое-то возвращаемое значение, или, собственно говоря, насколько сложна наша ошибка. То есть идея примерно следующая. Код пытается открыть файл. Файл не найден. Метод может сгенерировать объект, который мы, условно говоря, сейчас назовем файл.notFound. Этот объект инициализировать. Поскольку мы говорим о том, что код генерирует объект некоторого класса, то, вероятнее всего, мы внутрь этого объекта можем запаковать сколько угодно много любой информации. Это означает, что мы туда можем запаковать сообщение об ошибке, мы туда можем запаковать код ошибки, состояние стека, и многое, даже имя метода, где произошла ошибка. И все это мы пакуем в виде единого объекта, и передаем этот объект тому коду, который вызвал метод, сгенерировавший подобную исключительную ситуацию. Что происходит дальше? Дальше этот объект передается в вызывающий код, и вызывающий код, естественно, может каким-то образом на подобную исключительную ситуацию отреагировать, то есть поймать исключение. Поймать исключение, получить информацию из переданного объекта о том, что произошла за ошибка, код ошибки, сообщение об ошибке, в конце концов, даже просто по типу объекта определить, что произошло не так, и принять какие-то действия. Например, выдать пользователю сообщение об ошибке. Либо же посчитать, что на этом уровне вызывающий метод справиться с ошибкой не может, просто-напросто не предусмотрено разработчикам каких-то определенных действий, и пробросить этот сгенерированный объект дальше. То есть тоже аварийно завершится, и пробросить сгенерированный объект на уровень выше. И так до тех пор, пока данный объект на каком-то из уровней приложения не будет обработан, не будет выдано соответствующее сообщение об ошибке, или приняты соответствующие меры, либо же до тех пор, пока объект не вылетает в платформу .NET Framework. Если вдруг этот объект вылетает из приложения, то есть он приложением не был обработан, то, естественно, .NET Framework считает, что внутри приложения произошла некоторая исключительная ситуация, которая не предусматривается самим приложением. В этом случае приложение завершается аварийно, ну и пользователю выдается сообщение об ошибке, и, собственно говоря, если вы разработчик, то вы можете у себя и посмотреть какую-то информацию об этой ошибке, чтобы уже принять меры еще на этапе разработки. Это вот так. В нескольких чертах. Естественно, для того, чтобы реализовать механизм возврата ошибки не через возвращаемое значение метода, а через именно выбрасывание вот таких сложных объектов, описывающих ошибку, необходимо несколько конструкций. Первая конструкция, очевидно, которая будет способна сгенерировать объект, описывающий нашу ошибку или исключительную ситуацию. Вторая конструкция, естественно, которая позволит перехватить объект, который был инициирован в вызываемом методе, содержащий исключительную ситуацию, описывающий исключительную ситуацию, и, естественно, каким-то образом его обработать. Вот про эти конструкции мы сейчас поговорим, посмотрим несколько примеров, и станет, может быть, немножко более понятно, о чем, собственно говоря, я сегодня пытаюсь рассказать. Итак, первая конструкция – это блок TryCatch. Блок TryCatch. Ну, вот здесь неплохо было бы привести пример. Давайте я запущу Visual Studio 2010. Создам внутри Visual Studio, ну, или открою какое-то предыдущее консольное приложение. Замечательно. Здесь особо внутри этого приложения ничего нет. И попытаюсь написать какой-то простейший код. Давайте я попытаюсь написать код, работающий с переменными типа Integer. Одну переменную типа Integer я объявлю как переменную, равную, значение равное нулю, другое значение при свой значение 10. И попытаюсь выдать на экран значение переменных с помощью метода WriteLine, ну, не просто переменных, а выдам j, деленное на i, да? j, деленное на i. В случае, если я пишу такое выражение, у меня получается, что я 10 пытаюсь разделить на 0. По спецификации типа Integer на 0 делить нельзя. Но, опять же таки, вот типичный пример, почему не всегда можно использовать возвращаемое значение. Вот как сообщить методу Main, что здесь произошла ошибка? Через возвращаемые значения это сделать нельзя, потому что мы делаем некоторую операцию, здесь у нас операция деления, здесь, в общем-то, возвращаемое значение это результат операции деления. Все. И чтобы вы туда не написали, это можно только трактовать как результат операции деления. То есть здесь кода ошибки как такового быть не может то операции деления, оператора разделить. Но в C-Sharp есть механизм исключений. То есть, в частности, при вызове оператора поделить, оператор принимает два значения, проверяет значение переменной i на ненулевое, проверяет, что там в данном случае содержится 0, на 0 делить нельзя, и, соответственно, вместо того, чтобы выполнить операцию деления, вот этот вот оператор выбрасывает исключение. Давайте посмотрим, какое. Вот, вы видите, что на экране, во-первых, наше приложение, естественно, скорилось, а это означает, что... То есть, прекратила свою работу аварийно. И здесь на консоли, на самом деле, можно увидеть причину, по которому наше приложение аварийно завершилось. А причина следующая, необработанное исключение. То есть, произошло исключение во время выполнения операции деления. Это исключение мы никоим образом не отработали, не обработали. И, соответственно, исключение вылетело в платформу .NET Framework, где .NET Framework успешно наше приложение завершило, ну и успешно даже выдало на консоль название этого исключения. Название этого исключения – divide by zero exception. Вопрос, соответственно, риторический, можно не отвечать. Можно ли по названию исключения, по названию вот этого вот объекта, который был выброшен наружу, понять, что же случилось? Divide by zero exception. Перевожу. Деление на 0. То есть, вполне можно. Наша задача каким-то образом – реализовать код так, чтобы мы могли обработать это исключение. И в случае, если мы пытаемся поделить на 0, представим, что эти числа мы не задаем явно, а пользователя ходит с клавиатуры. Мы должны пользователю выдать сообщение. Делить на 0 нельзя. Для этой цели используется конструкция try-catch. Как она пишется? Весь код, причем здесь могут быть сложные выражения, набор строк, в общем-то, целый метод, содержимое метода имеется в виду, который может сгенерировать исключение, любое количество любых типов, помещается в блок try. Понятно, что внутри одного метода может быть несколько блоков try, они могут быть вложены, эти блоки try. Ничего здесь военного и сложного нет. Все зависит от ситуации, от сложности метода, и от того, где мы хотим эти исключения перехватывать. Этот блок внутри блока try совершенно спокойно выполняется, как обычный блок кода. Но в том случае, если происходит какое-то исключение, то выполнение блока try тут же прерывается, и управление переходит на следующие блоки, которые имеют название catch. catch поймать. Эти блоки выполняются только тогда, когда происходит какое-то исключение. Причем не просто какое-то исключение, а исключение, тип которого прописан в блоке catch. Тип которого прописан в блоке catch. То есть, если здесь произошло исключение divide by zero exception, то мы попадаем внутрь этого блока catch. Замечательно. Если же исключение произошло другого типа, то мы попадаем в следующий блок catch, который прописывает этот тип. Если вдруг ни одного блока catch, который бы совпадал с типом нашего исключения, нет, исключение, естественно, считается неперехваченным. То есть, мы не поймали нужное нам исключение, оно по принципу необработанного вылетает дальше в вызывающий код. Но, опять же таки, есть механизмы, позволяющие обработать любые исключения. Один из этих механизмов – это catch exception. То есть, в данном случае catch exception прописан здесь для тех целей, чтобы перехватить любые исключения, отличные от divide by zero exception. То есть, получается, если блок try генерирует исключение divide by zero exception, выпадает из него вот этот вот объект, мы попадаем в этот блок catch. В случае, если генерируется какое-либо другое исключение, мы попадаем внутрь этого блока catch. Почему? Потому что, на самом деле, независимо от того, вот здесь мы сейчас будем говорить с вами про наследование, очень важно, про наследование… нет красивой картинки, но все классы, описывающие объекты исключения, явно или неявно, наследуются от класса exception. То есть, класс exception является базовым для всех исключений. Неважно, это исключения, определенные в системе .NET Framework, или это исключения, которые придумали лично вы. все они будут порождены от класса exception. Все они будут порождены от класса exception. Это означает, а поскольку ссылки на базовый класс можно присвоить любой объект производного класса, об этом мы поговорим чуть позже, то блок catch.exception может перехватить любые исключения, которые не были перехвачены выше. Естественно, мы должны соблюдать иерархию. То есть, мы должны сначала записывать блоки catch производных классов, а затем блоки catch уже с базовыми, более базовыми классами. Потому что, если бы у нас было наоборот, сначала было бы catch exception, а потом бы catch divide by 0 exception, то мы всегда попадали в первый блок catch по причине того, что он перехватывает все исключения и до второго бы divide by 0 и мы просто бы никогда не добирались. Как это будет работать в нашем случае? То есть, уже стало понятно, что мы должны наш блок кода либо с объявлением переменных, либо без объявлений переменных прописать внутри блока try. Внутри блока try. И далее с помощью блока catch попытаться перехватить наше исключение. Кстати, catch пустой, то есть, без скобочек даже, тоже писать можно. Подобный catch аналогичен блоку catch exception, он перехватывает все исключения. Но мы с вами напишем. Мы с вами напишем. Мы хотим с вами перехватить divide by 0 exception. После определения типа исключения обязательно пишется имя какое-нибудь. Это имя вот этого вот самого объекта, ссылка на вот объект divide by 0 exception, в который будет записан адрес нашего выброшенного объекта. То есть, мы не просто можем по имени определить тип исключения и перехватить его, а мы можем также добраться ко всем его свойствам и методам через объявляемую в блоке catch ссылку. Иными словами, если я хочу получить сообщение, я могу воспользоваться свойством message. Свойство message позволяет получить доступ к сообщению. Ну вот давайте посмотрим. Попробуем выдать свойство message на экран нашего объекта. То есть, сгенерировался объект типа divide by 0 exception. Мы его вот здесь поймали. Адрес этого объекта поместили в переменную x. И теперь выдали сообщение об ошибке переменной x. Давайте посмотрим, что получилось. Вы видите, у нас выдался текст сообщения, где написано попытка поделить на 0. Вот как бы и все. Мы можем даже не писать свое пользовательское сообщение. Это сообщение для нас достаточно хорошо. Либо же мы можем написать здесь какое-то свое сообщение в скобочках. Это тоже абсолютно нормально. Вот вы видите, мы получили наше сообщение. При этом приложение не вылетает. Приложение не выдает какой-то непонятной системной информации. Приложение выдает ровно то, что мы решили. Мы выдали пользователю здесь сообщение. Например, веди знаменатель, не равный 0. Отличный от 0. И, например, разместили это все, весь этот код внутри блока while. И заставляем пользователя вводить знаменатель, не равный 0, до тех пор, пока он это не сделает, и мы не выполним код, способный уже отработать без исключительных ситуаций. Ну, понятно, не внутри блока while. Правильно было бы написать отдельный метод и так далее. К примеру. То есть перехват исключений он в общем-то не вызывает каких-либо проблем. Не вызывает каких-либо проблем. Давайте посмотрим, взглянем на наши слайды и я немножко дальше опять перейду к коду. Итак, понятно, в блоке try размещаем код, способный сгенерировать исключения. Блок catch позволяет перехватить исключения либо заданного типа, либо все исключения полностью. Если мы не перехватили выброшенное исключение в одном из блоков catch, оно вылетает дальше. Поскольку все исключения порождены от класса exception, то мы можем у всех исключений без разбору получить доступ к таким данным, как сообщение, источник исключения, состояние стека и так далее, и так далее. То есть всю информацию внутри любого исключения мы можем получить. По крайней мере, это работает для системных исключений, а поскольку вы создавая свое собственное исключение, также будете наследоваться от класса exception, exception, то у вас подобный подход будет действовать тоже именно для ваших собственных исключений. Еще один блок для блока try catch, это блок finally. Задача блока finally отработать в любом случае, независимо от того, было исключение, не было исключения, что мы сделали внутри блока catch и так далее, блок finally будет отработан всегда. Зачем это необходимо? Это необходимо для того, чтобы дать возможность освободить ресурсы. В .NET framework управлением памятью занимается Gabbage Collector, но, к сожалению, кроме памяти есть много других ресурсов. Ну, например, мы с вами пишем приложение по управлению плотиной. Мы с вами открыли плотину с помощью метода openfile, чтобы сбросить какое-то количество воды. И тут при попытке измерить уже сброшенное количество воды, у нас произошла какая-то ошибка. Мы, не закончив сброс, вышли из блока, который позволяет сделать сброс нашей воды, и, казалось бы, все хорошо. Выдали сообщение об ошибке, что там что-то случилось с какой-то там частью нашей плотины, и вода не идет так быстро, как бы хотелось, например. И все. Ну, как бы, вариант, когда мы просто выходим из этого кода, нам не подходит. Кто же будет закрывать плотину? Плотину необходимо предварительно перекрыть, и затем попытаться уже устранить какую-то проблему, чтобы повторить операцию. Именно по этой причине, плотину необходимо закрыть, даже если мы сбросили нужное количество воды, то есть ее необходимо закрыть в любом случае, освободить этот ресурс. Именно по этой причине используется блок final, чтобы гарантировать, что будет выполнен какой-то код всегда, освобождены ресурсы. Но понятно, не память, а какие-то другие внешние ресурсы. Это могут быть и файлы, которые мы открыли, и держим их, опять же, это могут быть действительно какие-то устройства внешние, все что угодно, или просто некий набор действий, которые мы обязаны сделать, прежде чем закончить код. Блок final. Таким образом, полностью структура блока try, набор catch блоков и блок final. Как создавать свои собственные исключения? Во-первых, надо помнить, как я уже говорил, что все исключения так или иначе порождены от класса System Exception. От класса System Exception и если мы хотим выбросить свое собственное исключение, у нас есть два варианта. Вариант номер один. Предположим, у нас есть код, давайте объявим метод, который назовем open file. Он в качестве параметров принимает строку имя файла. У нас есть подобный код и что-то делает, что-то делает, что в данном случае не важно, но на каком-то этапе мы понимаем, что доступ к файлу получить нельзя. Мы знаем, что существует стандартное исключение, которое называется file not found. файл not found exception. В данном случае это исключение находится в пространстве имя system.io, поэтому пространство имя надо подключить предварительно. Вот мы его подключили. Мы можем воспользоваться уже существующим исключением, создав объект соответствующего типа. Вы видите, конструктор принимает аж до 5 перегруженных конструкторов. Есть возможность строку передать, есть возможность передать внутреннее исключение, если в этом есть необходимость, имя файла можно туда же передать и так далее. Мы в данном случае воспользуемся простым пустым конструктором, нам пока ничего передавать не надо. То есть в любом случае первое действие, если мы внутри нашего метода хотим выбросить исключение наружу, то есть мы столкнулись с какой-то неразрешимой задачей, мы хотим нотифицировать вызываемый метод, потому что у нас что-то не так, надо создать объект типа исключения, то есть объект любого класса, порожденный от класса exception, и затем воспользоваться специальной командой throw, которая позволяет выбросить исключение наружу. Вот так это выглядит. throw f, где после ключевого слова throw пишется имя объекта, который мы хотим передать вызываемого коду. Давайте попробуем внутри нашего блока try вызвать метод openFile. попробуем сначала обработать это исключение с помощью divide by zero exception. Посмотрим, что получится. Видите, приложение аварийно завершилось, и нам пишет сообщение о том, что было сгенерировано исключение в файл not found exception. то есть наш метод сгенерировал файл not found exception. Понятно, что блоком catch divide by zero мы это исключение не поймаем. Мы пользуемся файл not found exception, перехватываем, и на консоль выдаем сообщение. Например, можем взять месседж, который мы не передали из объекта файл not found, запускаем еще раз. Вот видите, наш метод генерирующий исключение в любом случае справился совершенно спокойно и в общем-то перехватил исключение с помощью вот этой конструкции. Мы могли перехватить исключение с помощью вот этой конструкции. Аналогично, поскольку это ссылка на базовый класс, она перехватывает все производные исключения. Понятно, что обычно вот так не пишут, пишут проще. Пишут проще. Вот так, да. То есть вызывает фрол и сразу же создают объект нужного типа, поскольку после этого кода уже все равно ничего не будет. После выброса фрол метод openfile прекращает свою работу и в общем-то ссылку на вот этот объект сохранять нигде не нужно. Она будет передана вызывающему коду и объект пойдет выше, выше, выше и выше. По этой причине тут же этот объект создают, передают сюда какие-то параметры и все. А там задача уже выживающего кода определить, что же делать. Коллеги, извините, вы можете слышать, у меня в микрофоне звуки грома, тут в Днепропетровске начинается какая-то жуткая гроза, причем весь день была хорошая погода и сейчас что-то сверкает и гремит, судя по всему пойдет ливень. Так что если вдруг не дай бог меня попадет молния или не дай бог в интернет, извините, так получилось. Итак, с выбрасыванием исключения понятно. Если нас не устраивает существующее исключение, если я хочу выбрасывать свое собственное исключение, например назовем его my file exception понятно, что я должен создать класс соответствующим именем, породить этот класс от класса exception иначе работать не будет, метод flow просто не сработает. Это минимум, что необходимо сделать. Понятно, что внутри этого класса правильно бы определить конструктор, правильно бы определить дополнительные свойства. Раз я хочу выбрасывать объект отличный от exception, то вероятнее всего я хочу его расширить какими-то своими свойствами, чтобы дать дополнительную информацию вызывающему методу. Ну, понятно, мы это сейчас давайте объявим. Public какое свойство мы объявим? Просто info назовем его, да? set set я сказал. Что ж такое? string info get set О! И объявим конструктор my file exception принимающий вот этот вот самый параметр string info и устанавливающий свойства info передаваемое значение. О! Замечательно! И теперь давайте попробуем выбросить наше исключение под названием my file exception new new my file exception hello exception о! точка запятой. на самом деле на самом деле понятно в этом смысла не было потому что вот здесь мы могли бы использовать стандартное свойство которое уже есть внутри класса exception это свойство message мы его не использовали по глупости и выбросили объект наружу понятно что наружу мы можем перехватить этот объект используя либо базовый класс но понятно что если мы хотим получить доступ к свойству info то через базовый класс мы не получим мы должны сделать приведение как наш класс назывался поскольку здесь будет реальный объект mile file exception мы можем сделать явное приведение к типу mile file exception и скобочек всегда надо много писать чтобы интеллисенс нормально работала и получить доступ уже к свойству info давайте посмотрим как она работает вот видите hello exception выдалась на экран естественно более правильно это все стереть и перехватить конкретное исключение my file exception которая будет иметь свойство info то есть уже мы однозначно понимаем что мы перехватываем не делаем непонятные приведения вот собственно говоря то что связано с выбрасыванием исключений то что связано с выбрасыванием исключений давайте я вернусь к презентации итак как выбрасывать исключения должно быть понятно при написании собственных методов используя ключевое слово slow как ловить исключения тоже должно быть понятно с помощью блока try catch finally вот как бы мы закончили первую маленькую по тему вопросы может быть у вас появились за это время вопросы давайте я вас пасу по тему